Помощница врача, которую без преувеличения можно назвать его правой рукой и без которой не сможет функционировать ни одна больница, роддом или поликлиника. В воскресенье 12 мая свой профессиональный праздник отметят медицинские сестры. Захар, ты почему здесь? Тебя там медсестричка ждет. Всех пациентов хирургического отделения Екатерина Помыкалова в лицо не знает. Она старшая медсестра и ее обязанности следить за работой младшего и среднего медперсонала, выпиской и выдачей медикаментов и бумажная работа. Но мальчишка из Вангопуровского в отделении уже за своего. Лежит не первый раз. Сам всех знает и его знают все. Медсестра выполняет назначение врача. То есть все эти инъекции, всякие разные манипуляции, диагностические процедуры, все это делает медсестра. Уход за пациентами медсестра выполняет. В общем, без медицинских сестер и в больницах, и в поликлиниках, и в роддомах. Но просто никак. Это наверняка знает Екатерина Юрьевна. В профессии она 79-го года. В должности старшей медсестры с 89-го. Рассказывает, сейчас работать намного легче, чем в прошлом веке. И самое главное, безопаснее. Не было ни одноразовых шприцов, ни одноразовых систем. Все это собиралось резиновые, стеклянные колбочки. И эта капельница капала. Было очень страшно. Страшно от того, что может попасть в воздух. Страшно от того, что ты можешь антисептика. Кстати, прежде медицинские сёстры назывались сёстрами милосердия. Потому что именно сочувствие чужой боли было одним из их главных качеств. Без сочувствия и сегодня не получается. А ещё медсёстры должны быть очень аккуратными, ответственными и внимательными. И плюс быстро реагировать. Ведь ситуации, тем более в хирургическом отделении, бывают разные. Год назад так случилось летом, что лежала женщина у нас. И медсестра не могла попасть ей в вену. И вдруг она говорит, а я вас помню. Когда-то ещё где-то в году, наверное, в 88-89 она лежала в нашем стационаре лечилась. И ей никто не мог попасть в вену. И попала я. Вот так даже капельницу поставить бывает не так-то просто. Люди разные и вены тоже. Глубокие, поверхностные, тонкие и хрупкие. И ко всем нужен свой подход. И находить его просто необходимо. Ведь в руках этих женщин, кстати, есть в нашей ЦГБ хоть немного, но всё же есть и медбратьев, здоровье людей. Я хочу сказать, что наша работа, это не только моя работа. Я хотела бы сказать всем моим медицинским сёстрам слова благодарности. Потому что работа вся основная держится на них. Ольга Попова, Виталий Харченко. Новости нашего города.